Брат такой правильный, очень правильный, потому что круче, чем я живет. Живет он в Екатеринбурге. Я ему говорю, братишка, приезжай сюда в город Магнитогорск, мы тут устроим ценопляс. И мы бы устроили этот ценопляс, потому что вот все остальное, по сути, приводится к нам из других мест. То есть мы можем сделать замечательный магазин по продаже мото- и бензо- и велоэлектроинструмента. Ну, хотя с велоинструмента тут понятно, да, тут наши тоже хорошо работают. Но бензо- и электроинструмент, никаких проблем. То есть что у нас получается? У нас приходят, вот, задирают цены и пытаются все это дело нам продать. Это не есть правило. К сожалению, я ему тоже когда-то раньше говорил, что у нас были такие веселые цены на колеса. Вот теперь уже и нету, потому что пришли конкуренты, а наши что сделали? Наши ценники-то ее опустили. И вот эти конкуренты, и некоторые из них, они просто свалили из города, потому что не получается. Вот. То бишь, о чем мы сейчас говорим? Да, конкуренты идут к нам. Пускай это будет, но наши умудряются делать так, что вы покупаете колеса по той самой докризисной цене. По одной простой причине. Большинство из этих колес делаются в России. А пободаемся, чтобы никакие козюбаки не воткнули нам резину дешевле, чем у нас. И это чудо, и мы можем двинуть. Ну, первоначально мы двинули дилеров. Сейчас двинем конкурентов, а то пришли всякие, говорят, даром дадим. Только даром, это бесплатно. А вы как-то странно, даром, но за деньги. Че-то я не понял. Теперь двинем приезжих. Владивосток свалил и Екат тоже. Тут еще немного не наших лиц, и их-то двинем по одной простой просьбе. Мы сдвигаем цены к минимуму. Вот мы сейчас о чем говорим с вами? Мы сейчас говорим оригинально на 13. Вот, резина на 13. Самые дешевые цены в городе. 1700 рублей. 1750. Дешевле вот этой Савы, настоящей резины, вы нигде не найдете. 2000 рублей. Продолжим чуть-чуть. Продолжим чуть-чуть. На 14. 2100. И на 15. 2450 рублей. Когда я сюда захожу, я так и не понимаю. У нас какой-то кризис, что ли? Да нет у нас никакого кризиса. Как цены были, сколько там, 7 лет назад, может быть, 5 лет назад. Так они такими и остались. То есть, просто покупаете колеса и уезжаете. Раз у нас этой резины много, мы можем выбирать. Да поверьте мне, и Кама крута, и даже очень. Мне не верите? Есть за рулем. Там хоть посмотрите. Конечно, понять-то надо. Россия – это самый суровый климат. Проживают здесь только россияне. Другим, по сути, такие холода нафиг не нужны. Оптимальный вариант для зимы – шипы. И правильнее, и недорого. Вот, когда мы говорили, я вам показывал, и неоднократно показывал различные шипы. Но, по сути событий, ничего такого не меняется. Шипы, как были, так они и остались. Вот, средняя скорость эксплуатации зимней шипованной резины вообще – это 90 км в час. Ну, не надо ее выкатывать до 240. 240 и шипы повылетали. И даже с самых хороших колес они также повылетают. Скорость-то вы покажете большую, а каков результат-то? И вообще, надо понять, что зимой, да как и летом, торопиться-то особо некуда. Просто, по сути событий, я прокатился по всей территории страны Советов. От Владивостока до Санкт-Петербурга. И вам серьезно скажу, что оптимальный вариант – ехать спокойненько 90 км в час. Во-первых, бензин вы столько не жгете. Во-вторых, извините, подвиньтесь, ночью тоже поспать лучше. И, по сути событий, ну, летали люди, которые там и под 160. Но, как показала практика, на 600-ом Мерседесе, когда я ехал с Екатеринбурга с 85 км в час, вот, я съел всего 10 литров на сотню на 6-ти литровом двигателе. Нормально? То есть я доехал и подалил 50 литров бензина из Екатеринбурга до Магнитогорска. Так вот, когда я выехал из Екатеринбурга, меня так хорошо обогнали две машинки. О, такие, наволоченные, такие, ух, крутые. В следующий раз эти же машинки, знаете, где меня обогнали? Они меня возле буранки обогнали. А мы ехали не торопясь, не спеша, и все было нормально. Ну, это ладно. И в том, что дело. Теперь мы говорим о колесах на 16. Сколько же они стоят? Колеса на 16 здесь стартуют от цены 3250 рублей. К слову о том, что не надо быстро ездить. Ну, а дальше станет еще веселее. Я про экономию. Да ну не стоит платить за резину бешеные деньги. Как и ехать до Одури. А в очередной раз мы о чем говорим? Мы говорим о том, что предпочитает Леша Челекин. Вот Леша Челекин сейчас предпочел все-таки липучку. Потому что, ну, понятное дело, что по чистому игольному льду скорее всего шипы вам нужны, да? Ну, не так часто мы ездим, понимаете, да? Вот, чаще мы ездим либо по грязи, да? Вот, где липучка вам предоставляет шикарные возможности. И, кстати, она тормозит гораздо веселее. Вот, либо мы по трассе ездим. И трасса тоже, как правило, бывает не всегда во льду. Вот, и тогда липучка. О, вот она хорошенькая. Потому что меня недавно возили в Уфу. Я так и не понял, что-то так быстро ездит. Он говорит, да и на липучке. И тогда у него скорость была повыше. Вот. Липучка. Липучка сделанная в Китае. Кстати, очень хорошо они делают. Колеса стоят липучные. На 16 стоит 3000 рублей. Вот. Надо подумать, что вы будете покупать. Подумайте сами. Вот, если вы хотите что-то круче, и вот, пожалуйста, есть такая штука. На 15. Замечательная липучка. Ну, чистая. Ну, что это, крушается. Я вам расскажу, что такое причстал. Ау. В свое-то время я купил себе Forda Taurus. В 97 году. И практически 5 лет я ездил на липучке. И зимой, и летом в том числе. И он вел себя просто исключительным образом. И вот теперь он точно будет ездить на липучке. Теперь мысль. Липучка. Очень правильная штука и по характеру, и по цене. Я вот этой зимой прокатился туда, где снега нет. Привез туда зиму, и честно. Круче меня на липучке никто и не ехал. В свое время я эту липучку здесь же и приобрел. И, кстати, о цене вопроса. Вся зимняя резина в колесах просто есть. Ну и заказать по интернету можно на любую же. И опять же цена. И по сути, цен ниже-то и нет. Так вот, где мы находимся? Торговый центр, дом. Ну и колеса просто. Цокольный этаж. Заход, получается, со стороны Урала. То есть это, получается, восток. Заходите и опускаетесь. Берете себе то, что нужно. И в конце концов вы должны понять, что когда вы переобуваетесь, вы не тратите большие денежки. По одной простой причине. Ну, колеса сейчас все шикарные, все круглые. И даже то, что делается в России, ну, по сути-то событий 90%, ну, процентов 80 колес сейчас делается в России. Может быть и больше. То же самое, что и масло делается в России. Поэтому говорить о каких-то космических ценах, это, ну, чистый бред. Переобуваетесь. И, возможно, вы себе купите еще и диски вместе с колесами. И самое главное, что у вас получится. И диски и колеса потом просто поменяете. И тогда вы не попадаете на машиномонтаж, дорогие мои господа. Продолжение следует.